Приветствую Вас, Елена. Давайте разберем Ваш вопрос. В первую очередь хочется сказать, что мой коллега Кудряшов Игорь Леонидович Вам очень хорошо все расписал. Вообще, я рекомендую прислушаться к его ответу, потому что это очень важно. Правда, вам придется признать многие вещи, которые для Вас, вероятно, будут болезненными. Но психотерапия, к сожалению, это далеко не всегда вещь приятная и психотерапия это далеко не всегда то, что прям вот радует. Вот, поэтому вне всякого сомнения это для Вас в какой-то степени проверка. Для Вас это будет испытание, потому что, ну, если Вы действительно хотите измениться, то у Вас все получится, если Вы понимаете, что нужно меняться, если Вы понимаете, что хотите этого, то все у Вас в принципе получится. Вот у всех это всегда. Получается, совершенно немножко другое, да, с чем человек приходит, условно говоря, на терапию, на консультацию, вот, хочет ли он реально изменяться или он хочет просто решить какую-то проблему. потому что от решения проблемы изменения, к сожалению, или к счастью, ну, скорее всего, к сожалению, не происходит. Именно от решения проблем, да. Что хочу сказать я? Что я со своей стороны вам хотел бы предложить немножечко другой подход к решению вашей проблемы. Вот. Не потому что, эм, считаю подход Игоря, эм, к утреншему Игоря, эм, плохим. А, потому что, ну, было бы странно, если бы мы, например, говорили бы с ним одно и то же. Вот. Я с его точки зрения согласен, в этом предлагаю посмотреть на это немножечко с другой стороны. Эм, со стороны, ну, как мне кажется, немножко более такой. Эм, мягкий, немножко более такой. Эм, знаете, как бы так сказать. Немножко, эм, более, может быть, эм, чувствительный. Вот. Ну, это, безусловно, не с той, эм, не с той, эм, точки зрения, что чувствительность, это вот что-то, знаете, такое здесь эм, дурное. Нет. Я исключительно э, э, той, э, вот э, э, позиции, э, что это вам могло помочь как-то, что это как-то улучшило вашу жизнь, скажем так. На что я хочу обратить внимание, на то, что вы пишите, что хотите избавиться от зависимости, вот для меня это, я сейчас скажу, наверное, не очень хорошее слово, и, наверное, я не должен бы его говорить, но я скажу, как это для меня звучит. Для меня это звучит как некий такой суицид, акт суицид, когда человек говорит, что хочется от чего-то избавиться, вот. Почему? Ну потому что каждое любое, абсолютно любое качество, наш, которое, ну, которое вот есть у нас. Оно, это качество нам нужно. Даже если оно нам вредит, если оно нас напрягает, если оно делает, делает нашу жизнь несчастной и так далее, все равно это качество, оно часть, часть нас. И мне кажется очень несправедливым, очень болезненным, болезненным, очень таким сатисфакционным. то, что вы, например, хотите избавиться от чего-то в себе. Вот. То есть я, конечно, понимаю, почему вы хотите избавиться от этого, потому что вам это плохо. Но, вместе с тем, вместе с тем, есть очень важный момент, который заключается в продолжении вашей общей такой вот стратегии жизни, в том, что вы хотите избавиться от зависимости. То есть вот вы, как вот в жизни вы избавлялись, да, от каких-то вещей, вот, так вы, в принципе, и сейчас, да, вот, тоже избавляетесь от каких-то вещей, которые, ну, вам кажется ненужными, неправильными и так далее. Вот. При этом мы не задумывались особо над тем, а как вообще это стало возможным. То есть вот, ну, образно говоря, как так сложилось, как так получилось, что вот, что эта зависимость у вас стала, ну, такой реальной, да? Вот. Ведь, ведь, я надеюсь, вы не думаете, что зависимость это что-то такое, знаете, вот, что-то такое особенное, что-то такое отдельное. Вот. Это, если мы говорим про зависимость, то это форма. Зависимость это форма. Это всегда, это всегда была форма. Это всегда, на мой взгляд, формой и оставалась эта форма. Это форма того, как вы выражали свои чувства, свои желания, свои потребности, свои эмоции, свои, там, не знаю, страхи и так далее. То есть зависимость это про больше привычную модель реализации своих желаний, реализации своих, ну, привычных схем поведения. Например. Вот. Например. На мой взгляд, есть достаточно хороший пример, который может проиллюстрировать то, о чем я говорю. Вот вы говорите. Значит, выпишите. Так. Я ему, так, ему не хватало материнской любви. Пишите вы. Значит, не очень понимаю, как это, когда не хватает материнской любви. Да? То есть, ну, что это такое и так далее. Вот. Вы решаете сделать что? Вы решаете ему эту материнскую любовь. Да. Вот. А, понимаете, почему вы решаете радио-материнскую любовь? Именно почему? Потому что у вас, кажется, есть такая возможность. У вас есть возможность дать материнскую любовь. Что такое материнская любовь? Это, ну, в какой-то степени, вот как вам сказал мой коллега, Кудрячев Игорь Леонидович, это доминирующая позиция. То есть, это позиция, ну, как вам сказать, это позиция, эм, при которой, эм, человек и его, скажем так, самобытность, его самостоятельность, ставится под некоторую, такую, под некоторое сомнение. Да. Вот. И вы оказываетесь способны на такую любовь. Почему? Ведь у этой любви есть ряд параметров, которые делают ее специфичной. Это, например, эм, как бы, ну, принятие ключевых решений. Это, например, эм, некая такая всепринимающая позиция. Это, в какой-то степени, постановка себя выше человека. Ну, потому что, ну, эм, потому что материнская любовь, любовь, да, по сути, по сути. Вот. То есть, вы старались, и у вас получалось, эм, что важно у вас получалось, эм, дать человеку вот ту самую эм, материнскую любовь, к которой мы обладали нам. За счет чего у вас это получало? За счет тех эм, эм, ресурсов, за счет тех ресурсов, которые у вас были. Но, эм, что это были, что это за ресурсы? Что это за ресурсы, которые у вас были? Это обстановка себя выше. Когда человек ставит себя выше, или когда человек, эм, эм, как бы, проявляет такую вот всепонимающую, всепрощающую любовь, вот, то, эм, это, эм, ставит его в несколько амбивалентную, как мне кажется, ситуацию, то есть двоякую. Что это значит? Что это значит? Что это значит? Что это значит, эм, амбивалентная двоякая ситуация? Эм, вы игнорируете себя. То есть, эм, вот именно вас, именно вас, эм, ну, может, по сути, и не быть в этих отношениях. Вы можете быть, как сказал мой коллега, опять же, родителем. Но родитель – это тот, кто, эм, несет ответственность за другого человека. То есть, человек, это не тот человек, который демонстрирует, эм, как вам сказать, эм, демонстрирует такое качественное, я бы сказал качественное, качественное, эм, отношение к себе. Именно себе. Да? То есть, это вот немножечко, эм, немножечко, ну, не то, немножко не тот момент. И вы оказываетесь способны на этом. Вы распоряетесь в человеке. Вот. Вы, эм, значит, ну, вы распоряете в человека, вы, эм, делаете для него все. Вы, эм, значит, эм, игнорируете себя, вы игнорируете свои потребности, свои желания ради него. Почему? Потому что у вас есть позиция, что я не важна. Сама, сама я не важна. Эм, вот, другой человек, ну, да, другой человек, вау, а я нет. Я не важна. Но когда я делаю для другого человека что-то, думаете, думаете вы, то он должен в ответ делать что-то для меня. Вы этого ждете, вы этого не будем, не получаете. Интересный, на мой взгляд, факт заключается в том, что как бы по итогу вы сталкиваетесь с ситуацией, когда по сути вы себя не знаете. Потому что мама, мама, родители, это тот человек, который себя не знает, потому что за вот эти вот, за проживанием жизни другого человека, да, несмотря на то, что вы управляете коллективом и так далее, это ничего не значит, особенно если вы все это делаете через контроль. У человека не остается места для у себя понятного, а что же я чувствую, а что же я хочу. Обычно такие люди говорят, у меня нет возможности, у меня нет времени, у меня нет возможности на какой-то опереться. И знаете, вот я хочу вам сказать, да, вот то, что я почувствовал, когда читал ваше сообщение, это то, что, вот знаете, мне вот показалось всегда, что я, ну, считаю, такого достаточно сильного человека, это сообщение такого очень сильного человека, вот. Ну, при этом, при всем при этом, этот человек не привык, как бы, на какого-то полагается, да, не привык, там, проявлять слабость, проявлять, там, чувства, да, вот просто, ну, на ровном месте, когда все хорошо, вот. Но, когда, условно говоря, случился кризис, то человек, что называется, прорвало, вот, наверное, можно сказать, чуть ли не в буквальном смысле, смысле этого слова. Прорвало, вот, проявляется натурально, да, вот, прорвало. И, как бы, появился страх, всю эту привычную историю потерять, вот. А почему страх, почему, почему страх-то появился? Вот опять же, какой, ну, момент какой, да, почему страх? Откуда страх? Откуда страх? Потому что, ммм, вы живете по медицам и пытались тебя защитить. А сейчас сегодня все разрушается. И вы отчаянно пытаетесь это все вернуть. Вот. Ну, вернуть, я имею ввиду, отчаянно пытаясь, я пытаюсь расправить все, как было. А это, ну, довольно сложно это сделать. Вот. Потому что, ну, люди могут не соглашаться, там, в конце концов. Мужчине может надоесть, что вы его, там, мамы и так далее. Вот. Может быть, такая ситуация, что, ну, грубо говоря, вы его, там, вот, любви ему дадали столько, сколько ему было нужно. Он дальше пошел. Ну, вот, по жизни, пока, правда, не встретят, пока, правда, вновь не почувствует потребность в любви, да, и снова не начнет искать кого-то, кто, ну, даст ему, даст ему вот эту самую любовь, любовь. Вот. Вот. Ага. То есть, тут, ну, варианты, в какой-то степени, степени известны. Вот. Невально другое. Ваш мир разрушился. Потому что, вы не знаете, как вам жить, вы не умеете, не умеете жить по-тругому. Может быть, вы не умеете жить, не заботиться о ком-то, не умеете жить, там, грубо говоря, для себя и так далее. То есть, условно, вы не можете показать человеку, как вам относиться, кто вы. Вы проявляете свою любовь только через заботу, через взятие на себя ответственности за другого человека, но вы не даете ему свободу, потому что эта свобода не от вас. не понимает, а какая вы, вы не знаете. Вот. Понимаете? И, соответственно, человек, не понимаю, значит, не понимаю, какая вы относится к вам так, как вы в глубине души относитесь к себе, а именно обесцениваете себя. Ведь, вы не знаете, вы не знаете себя. Единственное чувство, которое вы привыкли проявлять, это чувства, связанные исключительно с, ну, других, связанные с другими людьми, направленные на других людей и так далее. и это очень тяжело. Мне кажется, мне кажется, что вы себя очень сильно не любите. Вот. Понимаете? Точнее, вы себя не знаете даже. Может быть, вы не задумывались о том, что вы себя не любите, не любите или любите. А вы себя не знаете. Ваша жизнь вам не интересна. И вот я не знаю способа лучше, значит, избавиться от любого независимости. Точнее, не избавиться от любого независимости. Настолько, насколько для вас это адекватно. Вот. Кроме как сделать свою жизнь интересной. Кроме как начать жить своей жизнью. Вот. Понимаете? Как раз так. И вот это очень важный момент. Чтобы вы начали обращать внимание на свою жизнь. Чтобы вы начали обращать внимание на то, как вы живете. На то, какой жизнью вы живете. На то, что вы делаете. На то, что братьте свои силы. Что чувствуете. Что ощущаете. Что думаете. Вот. И в том числе. В том числе. И по отношению. К своему партнеру. Который. 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 Вот. Вам. Вот это все сказал. Вот. Эээ. Я. Не могу. Вам. Эээ. Гарантировать. Да. Я. И. Не хочу. Вам. Гарантировать. Гарантировать. Но. Эээ. Эээ. Ситуация. Начнет меняться. Это. Вот. Прям. Магия. Такая вот история. Но. В этом. Конечно. Вам. Нужна. Помощь. По моему опыту. Люди. Сами. Интересны. Свою. Жизнь. Интересны. Если. Она. У них. Да. Эээ. Была. Посвящена. Другим. То. Люди. Сами. Своей жизни. Интересны. Сделать. Не могут. К сожалению. Так что. Постарайтесь. Обратить внимание. На то. Что вас. Вдохновляет. Что вас. Радует. Само по себе. Без. Другого. Человека. Это. И станет. Началом. Освобождения. От. Зависимости. Тогда. Когда. Ваша. Энергия. Начнет. Направляться. На. Что-то. Другое. На этом. Все. Я надеюсь. Что помог вам. Желаю. Всего самого доброго. И удачи. Надеюсь. На. Обратную. Связь.